Здарова, ребят! Вы на канале Рикерит, с вами я, и сегодняшний ролик будет посвящен отдельной книге. Я, на самом деле, крайне редко снимаю видео про одну единственную книгу, но январь в этом году выдался богатым на такие книги, о которых хочется снять отдельное видео. И первой такой книгой оказался «Язык тролля. Роман расследования дела Брейвика» за авторством Антона Чичулинского. Итак, кто такой Антон Чичулинский? Это журналист, российский специальный корреспондент Первого канала и программы «Время», и это именно он по горячим следам освещал события теракта в Норвегии 22 июля 2011 года. Кстати, в книге Антон называет себя Андреем, поэтому если в ролике я буду периодически говорить то Антон, то Андрей, это не потому, что я сошла с ума, а потому что за время прочтения книги я привыкла называть его Андреем, а он на самом деле Антон. Такие дела. Поехали. Итак, все вы в курсе, что 22 июля 2011 года Норвегию потрясли два террористических акта, устроенные одним человеком, которого зовут Андерс Беринг Брейвик, и это, кстати, гражданин Норвегии. Первым делом он заложил бомбу в правительственном квартале в городе Осло. После взрыва он отправился на остров Утое, где находился подростковый лагерь рабочей партии. Как сказано в книге, это что-то наподобие нашего Селигера. И вот, переодевшись там в полицейского, вернее, переоделся в полицейского заранее, прибыл на остров и начал расстреливать подростков. Это центральные события, на которые накручивается сюжет романа. И да, это действительно роман. Большая часть книги посвящена закулисной кухне российской тележурналистики, и именно эта часть показалась мне наиболее интересной. Автор во всех подробностях детально рассказывает, как клепаются ролики для выпуска новостей. Тут тебе и что такое живая камера, и откуда она вообще пришла в тележурналистику, что такое тасовки, как репортеры их получают, как они их клинивают в ролик, в какое время ролик репортера должен оказаться в студии, чтобы его успели вынести в эфир, что такое лайфики, что такое стендап, и зачем они вообще нужны. Все вот это, вот на каком фоне снимать, что говорить, куда ехать, куда смотреть, как должен оператор отходить, чтобы не споткнуться, не пошевельнуться, в какую сторону смотреть, как дышать, как одеться, вот это вот все. И все это невероятно интересно, потому что написано не сухим, таким вот отстраненным языком, чего я, собственно, кстати, ждала от книги, раз уж ее написала журналист, нет. Здесь богатый литературный слог, здесь очень запоминающиеся образы и настоящий накал страстей. Ну а по сути, как иначе-то? Ведь журналистика это не для слабонервных, и Антон Чичулинский идеально это показал. Так что, если вы интересуетесь тележурналистикой, журналистикой вообще, и, может быть, хотите связать свою судьбу с этой профессией, я вам очень рекомендую вначале прочитать эту книгу. Хочу сказать, что Антон Чичулинский талантливейший писатель, потому что, иными словами, я объяснить не могу тот факт, что вот я читаю книгу, да, я знаю, что новостные ролики выходили, я знаю, я догадываюсь, что Чичулинский успел прилететь в Норвегию, потому что иначе бы просто не было книги. Но я читаю, и я переживаю, успеют ли Антон и его оператор Ваня на самолет, а здесь прям такая жесткая сцена с этим самолетом, я аж прям кулачки держала, только бы они успели, только бы все было хорошо. И ведь в моменте я понимаю, что да, они успели, но черт возьми, я переживаю и боюсь, что они не успеют. Действительно, это просто такой талант держать читателя в напряжении, читателя, который уже заведомо знает исход событий, вот просто талантище. Больше всего мне запомнилась сцена на 62-й странице, когда Антону и Ване надо было отправить свой материал в студию, чтобы тамошние специалисты успели сверстать ролик и выпустить его вовремя. И вот у ребят безбожно тупит интернет. Перед глазами читателя встает линия загрузки, передачи файлов, вот эта вот с процентами, сколько осталось. И, ребята, я вам сейчас зачитаю кусочек, потому что это что-то. Я после этой сцены 95,2% ползут все тише, 95,4% по крайней мере так кажется, 95,6% это как ждать, когда вода закипит, 95,7% или считать минуты на беговой дорожке. Словом, после этой сцены Антон Чичулинский вышел курить, и, честное слово, мне самой захотелось выйти покурить. Настолько она была напряженная, настолько у меня просто слов нет. Я действительно читала эту книгу как самый настоящий художественный роман. А чего только стоят одни журналистские байки, которые рассказывают друг другу Антон, Ваня, их какие-то знакомые операторы, журналисты. Вот это вот все, боже, это было прекрасно. Я хочу стереть себе память и прочитать все эти моменты еще раз. Все-таки, да, чувствуется, когда книгу пишет человек, который разбирается в вопросе, и не просто разбирается, а всей душой горит за это дело, любит свою профессию. В книге очень чувствуется, что Антон Чичулинский любит свою профессию и пишет о ней, и с юмором, и с иронией великолепно, просто великолепно. Словом, если вас интересует закулисная кухня журналистики, если вы присматриваетесь к этой профессии, то я вам очень и очень рекомендую прочитать эту книгу. Я же уже после прочтения ни за что не смогу смотреть новостные ролики, так как раньше теперь я их мысленно буду препарировать на все составляющие, искать там живую камеру, лайфики, стендапы, вот это вот все. Уже заодно этой книге можно поставить 10 звезд из 10, потому что она заставляет обращать внимание на такие вещи и как-то расширяет твое сознание. Но, кроме журналистики, в этой книге есть еще две главы. Одна из них называется «Сольвик», другая – «Антихристиания». Надеюсь, правильно поставила ударение. Итак, глава «Сольвик» рассказывает о девушке, которую, в общем-то, так и зовут «Сольвик», которая попала в этот самый лагерь на этом самом острове Утоя. И она одна из участниц событий, и она спасалась от пуль. Естественно, здесь уже художественный вымысел, но ты читаешь и ты веришь всему, что написано. И это был очень страшный кусок книги, над которым я даже вот еще чуть-чуть, и я бы расплакалась. Я не заплакала только потому, что я в этот момент находилась в людном месте, и если бы я рыдала над книгой, меня бы просто неправильно поняли. Ну, вы понимаете, да. Очень тяжело далась мне эта голова, буквально как будто ножом по сердцу, аж до мурашек. Вторая глава, которая «Антихристиания», она написана от лица Брейвика. И вот перед нами уже встает настоящий живой человек, не персонаж. Здесь рассказывается, как он планировал свой теракт, о чем он думал, его мотивация. Эта глава разбавлена вставками допросов и судебно-психиатрической экспертизой, которая доказывает, что Брейвик вменяем, и от этого становится еще страшнее. Здесь мне очень запомнился диалог между Брейвиком и священником в какой-то церкви. Мне кажется, это очень важный диалог для книги. Если здесь есть те, кто читал эту книгу, пишите в комментариях, показалось ли вам также, что этот диалог очень важен. И глава Сольвик, и «Антихристиания» подталкивают читателя к сложным, тяжелым размышлениям, подталкивают читателя сделать собственные выводы о произошедшем и о самом Брейвике. Мне же понравилось, что Антон Чичулинский, хоть и высказывает свою позицию по этому вопросу, но делает он это очень аккуратно и свою точку зрения не навязывает. А я считаю, что это очень правильно для книг подобного толка, потому что писатель, тот, кто создает такую книгу, он должен не только свою точку зрения донести, но и поставить книгу так, чтобы читатель смог и сам поразмышлять, и сделать свои собственные выводы. Я же оцениваю эту книгу на высоком уровне, как я уже говорила, 10 из 10, и за такое погружение в кухню тележурналистики, и за Сольвик, и за «Антихристианию», и за те мысли, которые пришли в мою голову, и за то, что я теперь по-другому отношусь к выпускам новостей. Вот за это все я хочу сказать Антону Чичулинскому огромнейшее спасибо. Книги поставить 10 из 10, порекомендовать ее абсолютно всем, но, наверное, в первую очередь тем, кто интересуется журналистикой. И если вы в этой книге хотите найти какие-то новые подробности дела Брейвика, к сожалению, мне кажется, эта книга уже не для вас. Я не могу сказать, что я пристально следила за развитием событий, когда выходили эти ролики, но мне кажется, что каких-то новых деталей по делу Брейвика в книге нет. Поэтому, кто больше заинтересован Брейвиком, нежели журналистикой, ну, вряд ли вам зайдет эта книга. А в остальном, в общем-то, я рекомендую эту книгу абсолютно всем. Читается легко, здесь много описаний Норвегии. И, кстати, что самое главное, чуть не забыла сказать. Название книги «Язык тролля». Он имеет под собой несколько значений. Одно из них — это место в Норвегии, скала очень красивая, я вставлю фотографию. Второе значение — «В качестве троллинга». Здесь даже приведена сказка про тролля и его язык. Словом, да, очень любопытная книга с таким многозначным названием. Я ее рекомендую абсолютно всем. Так что, ребята, имейте в виду мои горячие рекомендации. Великолепная, интереснейшая книга, написанная прекрасным языком нашим соотечественникам, что вдвойне приятно, так что имейте в виду, обязательно берите, читайте. Если вы сомневались, не сомневайтесь ни минуты, пролетит незаметно. Пишите в комментариях, читали ли вы эту книгу. Давайте ее вместе обсудим. А на этом все. Сегодняшний ролик заканчивается. Спасибо за просмотры. Заходите ко мне в Инстаграм, заглядывайте в Твиттер. Да, еще секундочку вашего внимания. Я собираюсь сделать небольшие изменения на канале, в том числе поменять его название. Когда конкретно изменения вступят в силу, я не знаю. Но я вас предупредила. Так что, если вдруг вы как-нибудь зайдете на мой канал и увидите что-то непривычное, не пугайтесь. Это просто я решила взять и все поменять. Да, все. Спасибо за просмотры. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok